Клёво всем, друзья! Сегодня 3 января, зима, всех с Новым Годом! Я наконец-то вырвался на рыбалку, приехал попробовать половить карася. Выбор, место был один или второй канал, хотел в другое место, в другой канал, но там получалось ветер в лицо. Поэтому выбрал этот канал, здесь вроде бы как он в спину. Буду я с маховой поплывочной удочкой пытаться ловить карася. Не знаю, что будет или нет, сейчас температура воздуха минус 2, всё замёрзшее, ночью было ещё холоднее. С последней рыбалки поменялось очень много сильного, был мороз до минус 10, проливные дожди через день, температура воздуха поднималась до пусть 10, сейчас минус 2. Что, как будет, я не знаю. Надеюсь, рыбку поймаю. Погнали, друзья! Редактор субтитров А.Семкин Ребят, очень холодно, минус 2. Народ тут за коцуб, уже все в машинах греются. Ну, вроде сел нормально, ветер в спину, так что тут бугорок, дорога, и надеюсь, тут будет терпимо. У нас конкретные перемены погоды с последней рыбалки случилось. Это мороз до минус 10, дожди, вот сутки с после нового года лили дожди. 1-го числа, 2-го поливали, ночью поливали, ну, просто конкретно. Сюда приехал, всё замёрзшее, холодно, и уже нужен грунт. Так как были заморозки, то желателен грунт, но с такой погодой его взять просто невозможно. Поэтому я вот беру зимнего леща чёрного, колуватор, всего одну пачку 800 грамм. Если нужен будет больше, закормлю больше, потому что, ну, ничего сейчас предсказать не могу. А просто так переводить перекормки не вижу смысла. Нужно ещё замешаю. Вот лещ чёрный и зима значок стоит. Вот такая прикормка. Здесь и понадобится, лучше ещё замешаю. Вот такая. Ну, не знаю, почему называется зимний. На вид то же самое, что и обычный лещ. Хотя даже, как будто бы пожирнее. Ну, в общем, замешиваю его. Ловить буду на мах, прикормку буду делать. Очень тяжёлый, ребят. Очень тяжёлая, чтоб она там лежала как можно дольше. Не полила совсем. Минус 2, сейчас уже минут 20-30 и постоять, чтоб начать впитывать. Вода холодная. Вода градусов 5. Очень ледяная. Просто конкретно ледяная. Всё, первый этап добавил водичку. Вот она, прикормка. Вот такая вот. Она или замёрзнет, или постоит и унисохнет. Ловить буду вот этой удочкой. Шестёрка. В принципе, из шестёрок она у меня одна. Ну так, одна из моих любимых. Довольно комфортная удочка. Относительно цены и качества я считаю очень отлично. Приятная модель. Не оглобля, как многие ловят. Ну и не тот спортивный графит, о котором я мечтаю. Вот такая красавица. Мягкая удочка. Она для некрупной рыбы. Хорошо её вяжет. И для возможности заброса лёгких монтажей. То есть оснастку можно ставить 0,5 грамма. Грамм спокойно, ей легко забрасывать. Хорошо контролировать. Так, надо выбрать поплывок. От него сейчас будет очень-очень многое зависит. Тут есть небольшая тяга. Блин, а у меня трёх нету. У меня есть трёх. А двушек нету. Потому что переведена антенна. Сейчас пасмурно не увидите антенну. Трёх. 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 Громово. Надеюсь, что-то я увижу. Надеюсь, поймаю. Ну, многовато. Двушка нужна. Два-два с половиной максимум. Иконка напиталась. Вот она стала такой влажненькая, как нужно рыбакам. Но всё-таки чуть-чуть добавлю ароматики сюда. Хотя она и так сильная ароматика. Хочу придать запах мяса. Добавлю халибута чуть-чуть. Докольно чуть-чуть. И мидию. То есть придам именно запах мяса. Отлично. Вкусный запах. Халибута так рыбим жиром отдаёт. Что-то такое. И мидия. Всё. Теперь ещё воды. Запах как пошёл. Воды добавил. Рома сработала. И пошёл запах. Всё. Прикормка готовая. Сейчас буду закармливать. Ребят, у меня было чуть-чуть кормового мотыля. Вот так вот. И там он лежал в пакете. Две недели. Даже три. И вот он почти уже пропал. Ну, вот в чём есть живые. Эх, промываю. И добавлю в прикормку. Сейчас солью. Воду. Муть дохлого слил. И вот это добавляю в прикормку. Хороший. И перемешать. Такой уже дохлый почти. Всё-таки почти три недели. Столько мотыли не живут. Ну, вот. Нормально. Чуть-чуть есть вкусняшки мотыля. Ребят, отбил я глубину. Не стал я в очередной раз его показывать, как я это делаю. Всё забрасываю. И занимаюсь закормом. Такая вот очень тяжёлая липкая прикормка. Просто будут долго лежать. И карась может с неё прям отщипывать. Пылить совершенно не будет. Так вот. Вот такая вот красавица. Холодный. Просто ледяной. Всё. Оставил чуть-чуть прикормки. На подкорм вдруг понадобится. Очень часто бывает оживление. Клёво происходит, когда небольшой шарик подаёшь. Ну, что, ребят. Точку закормил. Можно начинать пробовать ловить. Сразу один. Перчатки. Холодно. Из насадки у меня сегодня исключительно опарыш. Магазины закрытые. Ничего не купил. Ехал. Все магазины закрытые. Третье число. Которые круглосуточно. И всё закрыто. Поэтому. Думаю, этого хватит. Слушай. Опарыш нехти какой. Я бы сказал, даже паршивенький. Ну, что, первую пошёл, ребята. Надеюсь, рыбка будет. Очень хотелось бы. Ребята, рыбка будет. Ребят. Оп, 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 что-то есть, ребятка, похоже, кого-то забагрел. Давай, 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 давай. Карасик, хороший, 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 забагрел заплавник. Ну вот, ребята, первый зимний карасик. Пусть забагрелся, но сезон 2022 открыл. Так, карась там есть, собирается, теперь заставить бы его клевать, это такой сложный момент, когда нет выбора насадок. Ну, есть дипы, если что, попробую подиповать. Так хорошо, когда ветер в спину, ловить можно. Если б сидел в другом месте, где в лицо, это было бы ужасно. Иди сюда. Походу, опять такой же багрел сошел, тоже багрелся. Вот так. Так, попробую подрезать опарыша. Нашел небольшого опарыша, одену его и кончик подрежу. Пробую. Значит, ребят, что я еще сделал, так как я поставил монтаж с трехграммовым поплывком, я еще удлинил сюда поводок. Сам монтаж у меня, сейчас чуть вытащу, покажу. У него леска проходит сквозь поплывок. Такие хорошие поплавки. Есть, есть карасик. Есть, есть. Есть в рот, как полезно. Отлично, вот на подрезанного взял, ребят. Ребят, вот поплавок. И у него леска проходит через тело. Что дает, когда леска через поплавок проходит? Это при ловле крупной рыбы, крупной, сазана, леща крупного, амура. Поплавок не режется резкой. Такой очень хороший плюс. Сами поплавки в основном сделаны из бальзы. Очень легкие, легко режутся, легко повреждаются. Иди сюда, иди сюда. Ой, какой хороший карась. Ай, какой шикарный. Ой, вот это класс. Хоть поток собирай. Просто огонь. Ребят, я надеюсь, вот этот карась лайка заслужил. Красавец зимний. На подрезанного опарыша. На крючочек насаживаю опарыша. Теперь он крупный. Рыба пассивная. Я беру вот так вот и подрезаю. В итоге вот такое получилось. Ребят, и вот эти вот поплавки, они именно хороши использовать при ловле. Вот эти поплавки хорошо использовать при ловле на болонскую снасть, при ловле на течении. Они выдерживают больший нагрузок. Леска их меньше повреждает при крупной рыбе. И вот я и собрал вот этот монтаж с этими поплавками. Поставил основную 0,16. В принципе, для того, чтобы был шанс половить карпиков, амурчиков. Я и планирую по теплу, именно на удочку хочу половить эту рыбу. И чтобы сейчас сделать снасть более привлекательную для рыбы, я поставил 30 сантиметровый тонкий поводок. Обычно я использую поводок длиной 15-10 сантиметров, а тут сейчас поставил 30. Посмотрим. Если я поклёвок видеть не буду, то поставлю короче. Если поклёвки видеть буду, то такой оставлю. Сейчас поклёвки, это приподнимание поплавка на 5 миллиметров, на 1 сантиметр. Вот как сейчас было. Приподнял чуть-чуть и съел. Ребят, это Ахтарская система. Здесь огромное количество каналов. Это каналы относятся к нерестилищу. Почти все каналы соединены с лиманами, которые соединены с Азовским морем. С Азовского моря и с лиманов сюда рыба поднимается на нерест. Тарань, лещ, сазан, карась, да всё. Всё, что есть в Азовском море, всё, что есть в лиманах, сюда заходит. Здесь можно поймать и рыбца, и шамаю, всё. Пеленгаса. Не во всех каналах можно ловить. Каналов огромное количество. Многие между собой пересекаются. Есть ответвления тупиковые, есть тупиковые каналы. Места очень интересные, рыбные. Повело поплавок. То есть вот карась потащил, повёл просто. Оп. Судак, ребята. Судак. Питом сюда его. Ну вот, можно сказать, и по хищнику тоже открылся маленький малыш. Судачок. Красивый. Отпущу. Ну и. Пока. Сюда, иди, сюда, иди. Какие они бойки, а. Судак. Боком идёт. Вот. Отлично. Как они бьются, ребята, просто огонь на лёгкую удочку. Вот. Чем люблю вот именно эту модель удилища. Вот и она. О чём я ребятку говорил, какая рыба здесь ещё попадается. Здесь даже рыбец. Вот, пожалуйста, самый настоящий рыбец. Рыбец. Некрупный, но рыбец. На данный момент у меня глубина выставлена так, что на дне лежит подпасок. И он якорит поплывок на месте. Основные груза приподняты на 35-40 см выше. И в итоге поклёвку я вижу, приподнял подпасок. Я вижу поклёвку. Ребят, вот такой у меня монтаж. Вот это основные грузила. И вот он подпасок. Дальше поводок. Крючок у меня стоит сейчас гамакацо. А нет, это овнер 14-го номера. Он такой чёрного цвета. Тоненький. Как раз вот, лёгенький. Сейчас ловить. Вот так вот. Одел. Подрезал. Шипнул. И в бой. Какой красавец. Ребята, смотрите. Шикарный карасик. Шикарный. Ну, огонь. Красивый. Красивый. Я не стал показывать в очередной вам раз, как я выставляю глубину на удочке, отбивая глубину. Много видео у меня на канале, в которых я ловлю на поплавок. И показываю подробно, как отбиваю глубину. Можете зайти и посмотреть. На большинство видео это есть. Также я вставлю ссылку в описании на видео, в котором я в аквариуме подробнейшим образом показываю, как я выставляю глубину. Там всё-всё показываю. Показываю все моменты. В общем, очень-очень подробно. Заходите, смотрите. Выскочит в углу ссылочка. И также в описании оставлю ссылочку. Так, кто-то потянул и потянул в сторону. Давай сюда. Так, смотрите, ребятки. Работает пока подрезка и красный вектор. Ну что, ребятки. Рыбалка удалась. Просто класс. На одну маховую удочку 3 января. Кайфанул в такую мерзопагазную погоду. Мороз, снег. Класс. Половил. Кайфанул. Рыбка есть, ловить можно. До новых встреч, друзья.